Второй уровень — это уже пытаться попасть в зону личных интересов. В зоне личных интересов очень много иррациональных факторов. То есть это факторы уже в большей степени эмоциональны. Так же, как в продажах, например, менеджер по продажам пытается выстроить личные отношения с покупателем, потому что через личные отношения удается быстрее и проще протащить какие-то решения. То есть так же и закупщик, такой же человек тоже интуитивно или неинтуитивно понимает, что у него в переговорах с поставщиками есть важная часть, относящаяся к эмоциональным составляющим. Вот они вот здесь перечислены. Здесь тоже самое, да, нужно искать вот как раз вот эти самые точки соприкосновения. Вот многое из этого как раз относится вот к этой самой зоне личных интересов. И если уж вы в переговорах, вы себе честно можете сказать, мы испробовали все рациональные аргументы, чтобы поставщик пошел на нам встречу, дал нам уступку, дал нам цены, все рациональные, которые можно было, которые в табуретке перевезены, мы испробовали. Ничего не работает. Мы испробовали все эмоциональные составляющие, мы действительно их испробовали. Вот если вы сделали первое, сделали второе, и вот ничего у вас не получается, вот это, скорее всего, похоже, патовая ситуация. Вот тут действительно вы, может быть, в этой ситуации вы действительно поставщику настолько неинтересны, что работать с вами я не хочу. Но еще раз я хочу подчеркнуть, вы интересны не поставщику, а вы интересны вот этому человеку, с которым вы работаете, с которым вы сейчас общаетесь. Это очень важно.